Молодежный отдел Омской епархии с сентября по декабрь проводит первый областной молодежный конкурс «Иванда Марья». Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Молодежная инициатива», фонда президентских грантов, а также Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. Проект «Иванда Марья» начался с конкурса для девушек «Русская краса», а после него заявить о себе решили епархии – показать себя и ознакомиться с русскими народными традициями. И тогда для них был организован конкурс «Академия мужества». В этом году эти два проекта соединились. Для Цаумской епархии поддерживаю нашу молодежь, чтобы они воспитывались и возрастали в нашей вере, в ценностях нашей религии, нашей отечественной культуры, кроме нашей молитвы. Мы пытаемся и создавать, и створить мир православной культуры вокруг храма, мир Божий, в котором наша молодежь будет жить, будет иметь будущее. Поэтому мы занимаемся, уделяем им время, свое сердце, свою любовь нашим детям, чтобы они были верующие, счастливые. С начала учебного года в рамках акции «Мы идем к вам» организаторы проекта «Иванда Марья» провели отборочные мероприятия в омских вузах, сузах и школах в виде сибирских вечерок, нагоборий на основе народных игр, занятий по фольклору и фотосессий в традиционных народных костюмах. Мы приезжали в вузы или сузы и проводили там мероприятия. Где-то мероприятия проходили в форме вечера, где-то это были презентации в мужских, так скажем, колледжах и вузах. Мы проводили отборочные многоборья, там использовались такие состязательные игры, как «Ножевой бой», «Снять шапку», «Естребки». В общем-то, ради этого проекты проводятся, чтобы молодые люди научились слышать друг друга, научились мальчики лучше понимать девочек, заглянули им в голову, для этого проводим специальные игры. Частью проекта стали выездные сессии «Школа девичества» и «Академия мужества» на загородной базе отдыха имени Покрышкина, где 12 парней и 12 девушек, финалисты городского этапа, с помощью педагогов и тренеров за пять дней смогли стать участниками семинаров и мастер-классов по фольклору, ремеслам, вопросам демографии и здорового образа жизни. А на вечерках научиться русским народным песням, пляскам, играм и хороводам. Раньше я вообще к этому не был приобщен, и для меня это в новинку, и нигде я такого не встречал и не участвовал. За время пребывания в лагере я научился также танцам, фольклорному искусству и самообороне. Больше всего мне нравится именно фольклор, то есть процесс изучения танцев, плясок, хороводов и процесс разучивания песен и частушек. И когда это всё соединяется на вечерках, которые у нас проходят каждый день, где мы вместе с парнями пляшем, танцуем и играем различные игры. Завершится конкурс-фестиваль большим концертом, во время которого зрители увидят фрагменты видеоматериалов и фотографии проекта. А финалисты при поддержке фольклорно-этнографической студии «Сретенье» покажут свои успехи в пении, танцах и игре на народных музыкальных инструментах.